Девушки отдыхают 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 бизонов разводят короче в канаде они есть и у нас здесь это вымирающий вид если там вымрут типа у нас останутся у нас игру там останутся с этой целью сделано еще смотрите таки красивые места запах природы это недалеко от ленских столбов потому что но сами помните в прошлом видео показывал как дискотека закончилась так мы сюда и причали весь в ночь здесь стояли смотри путешествие идем по полю я сначала неправильно сказал вот этих мест где сохранились лесные бизоны не 23 еще на аляске третье место сюда в 2006 году завезли из канады 30 бизонов чтобы они тут жили размножались потому что здесь их историческая родина еще когда мамонты были они тоже вместе с мамонтами здесь жили есть степные бизоны их много есть лесные это его на ему вымирающий вид поэтому для них здесь таки все условия создали но не вот они уже размножаются сейчас мы идем их смотреть здесь вот была деревня раньше теперь уже ничего от нее не осталось потом были загоны для бизонов сейчас многих бизонов тоже выпустили на свободу они жили в естественной среде выбираемся вы первая экскурсия поэтому вот по такой заросшей тропе идем хорошо что шорты не одел как нам объяснили это не зоопарк не для туристов сделано а это в первую очередь научный эксперимент посмотреть приживутся ли здесь бизоны ну и туристам тоже конечно показывают как-то комаров нереально много если без движения стоит что все сразу влепливают надо постоянно двигаться и обмахиваться ориентации запомните или вот по тропинке этой которая в этом году в первый раз значит проложено возвращайтесь или вот по этой дороге вдоль леса делаете вот это вот еле береза вот так вместе растут называем деревья любви ну и дыхают по-настоящему бывает водительные это не так удобно иногда заедет как говорится какой-то нормальный древний так вот идет не будет в другом заедет в стопе в другом это еще надо в другом так все Уважаемые гости, Афанасий вам сейчас расскажет, ответит На ваши вопросы В железде 30 колоков, 15 самок и 15 самсов Проект был с Канадой И летом пошли часами, а зимой подкармливают самок Зимой самцы отдельно ходят от самок Водняк с самками ходит Вот контролируют их перемещение, куда они ходят, где они Они не могут идти вообще? Нет, они ходят в загоне Загонят? Да, в загоне А, понятно Здесь огромная территория и много загонов И там между ними есть перемычки, они переходят сюда Мы отпустили на Волю В прошлом и в прошлом году В Верхневерийском В Горном районе Их чипировали За ними следят Спокойно живут А, вы уже отпустили? Да Для них ворах? Что это отпустили? Сейчас на Воле ходят около 80 зонов Ну, хорошо А как это в Верхневерий метро? Волки? Нет, они В радиусе 100 100 километров вроде Нет ни одного поселка А Волки? Волки Нет Другое Все, все туда ушли Испугались Вынашивают тоже, как говорили, 9 месяцев Ну вот Когда шли сюда Якуты по пути имели верблюдов А, как красиво На этой территории Пошли Уже без блюдов Только Вот все Стадо уже там Их сюда, когда мы подошли На комбикорм Проманили Чтобы они поближе К заборчику подошли Теперь все Они подальше от шума Получается, все у нас Вскурсили закончился Я коротенько была Это только у нас Получается Треть туристов теплохода Вот есть индивидуальные туристы А есть Группа Ярвот Их потом отдельно поведут еще А у нас Свободное время Вот такие десятки есть Комары хавают Прямо Через футболку Прокусывают Ой, вообще Звери Надо вообще идти ближе К остальным людям Потому что так Комары нападают на всех Как бы А когда один идешь Они только на тебя нападают Все сразу Неподвижно постоять Часик всего Высосут нахрен Такая сегодня Лайтовая экскурсионная программа Еще 15 минут туда шли 15 минут там Порассказывали На вопросы поотвечали Бизона посмотрели Теперь обратно идем Ну комаров Покормили конечно же Комары то голодные сюда Это Вы первые туристы За лето Приехали Комарам На радость В ухо Прямо лезут Ну сейчас наверное Можно будет искупнуться Наконец таки Впервые за круиз Искупаюсь Посмотрите Вот это сооружение Для обряда Алгыс Осталось от деревни Раньше деревня была А потом деревню На тот берег перенесли Как нам рассказали Вот это Ставил уже Такие вот Телеконференции Павильоны Потому что тут турбаза Дождик начинается Так Пошел дождь Вот уже вторая группа идет За нами Но в дождь я купаться Не полезу Вообще здесь официально Запрещено купаться Но у нас в теплоходе Уже люди купались Мне так сказали Типа под вашу ответственность Песочек Тут прикольно Надо пока на теплоходе Дождик переждать Теперь у меня ноутбук Серьез включен Чтобы смотреть временно Московское показывает И смотрите Что я на рецепшене купил Короче комары меня там заебали Всего искусали И решил все таки Купить защитную шляпу Ты пчела я пчеловод Это такие вот У нас на рецепшене По 200 рублей Продаются Хоть лицо будет защищено И уши И то хорошо Для заправки вот этой фляги Я изобрел более Совершенное устройство То есть Воронку с кусочком бутылки Потому что Вот отсюда Выливалось все У меня весь стол был В бехеровке А теперь заливать Бухлещего флягу Будет удобнее Вот у нас сегодня Бункировка будет То есть заправка Вот и у меня своя Бункировка тоже Своего рода Так вот Делаем Значит О Идеально О Видите Теперь ничего не проливается И все туда уходит С бульканием Водяной Кто не помнит Это вот бехеровка 38 градусная Ликерушка Вот чешская Место есть Еще много места В канистре Бункировка проходит успешно Под завязку наполнил И даже не пролил Ну короче С нашего теплохода Уже несколько человек Купаны А я нифига Поэтому вот Я труханы купальный надел Пойду купаться Что я лысый что ли Все купаются А я нет Так ну что Я типа на курорте Все заходят Уже с экскурсии Такой песочек Курорты Республики Саха Якутия Заценим сейчас пляж У меня сейчас с собой Только камера и труханы И даже Ну так выходишь Получается Карточку от номера На рецепшене Не оставляешь Ничего Брать с собой Даже не надо Слепень пристал Вообще не отстает Да Да Он чистит Вкусно и что-то идет Короче сейчас полезу Потому что От слепня Надо спасаться Он всю дорогу У меня донимает У сука Я бы вас фотографировал И вы сами себя А я сам себя Вот он скотина У меня терроризировал Всю дорогу От теплохода Да От корабля идешь Да Да Там прицепился Но слепня в отличие от осы Можно пришлепнуть А суток не шлепнешь А вцепиться О Так Ох и тут Такой песочек Ил Какой-то Или что такое Илистое дно Начнем Погружение Ну нормально в принципе Как у нас в Сочи В мае Кто был в мае в Сочи Если купался Где-то в начале мая Может в середине Вот такая же вода Пу-пу-пу-пум Места опасные Далеко заходить нельзя Лучше так Чтоб ноги туда доставали Вон Так в принципе Лухари Опять какая-то херня пристала Не слепень а Че-то помельчий Слепень меня успел Укусить в руку все-таки Течение Тут смотрите Ну такое Зыбкое Просто по дну ходишь Оно так немножко Под ТВ проваливается Проседает И вязкое Вязкий песок такой РТВ смотри путешествовать Погружение под воду Глянем будет Че видно нет Течение прям такое Смотрите День ручки Продолжение следует... Костя Простение следует... Продолжение 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 следует... Вон там внизу что-то слышно, объявляют, сказали, как называется. А на верхней палубе нифига не слышно. А внизу сиденья не такие лухаревые, и столиков нет, чтобы камеру-то разложить. Погода ухудшилась, там дождь усилился, мы спустились на палубу пониже. И тут даже будет слышно, если что-то будут объявлять, ну пока ничего не объявляют. Так выпьем уже, чтобы погода была в следующие разы получше. А то я думал, там после обеда-то опять до Труханов раздеться, пойти те леса погреть под солнцем якутским, и хрен там. Дожди начались. Свинотавр продолжается, я вот эту флягу-то вторую заглушил. Но у меня еще немного бехеровки осталось в номерах. Сейчас проверю, идет ли дождь или не идет. Уже не идет. Уже наладилась погодка. Ну все сидят по каютам. Как-то так деревья прям плотно разбудут. На островке. Все еще поглутые какие-то. Сейчас хорошо, я линзу оделся, видно нахрен. А то в этих отшелах ходил, нифига не видно, и еще их все время протирать надо. Так, ну что, я отошел на блокировку, дозаправился немного. Погнали дальше отвисать. А круизный свинотавр самого царя делаем мы сегодня, естественно, не зря. Земли какой-то натащили. Или говнище конского. Ну что, дождик идет, но мне пофиг, мне нормально. Моганской. Эх, наверху дождь, красиво не отдохнешь. Все спало бы, куда-то слюняли. А, там поладочники обтыхали. Там еще светло, а вот еще надвигается. Ебать копать, сейчас будет дождь сильный, сука. А я хотел наверху позагорать, подсвисать, а нихера не получится, к сожалению. Ну что, дождик прошел, поэтому можно снова садиться на лухарь и место. Николай куда-то пропал, видать, его снова куда-то там запрягли что-то делать. Ну а я дозаправился немного, поэтому мы буду дальше сидеть подбухивать. Вон там матросы палубу драет. Дедок какой-то вышел, больше ничего не происходит. Бывает такое. Мьюсер, мьюсер. А я продолжаю свой цикл передач, возможен ли свинотавр в России. Пока кажется, что да. Вон там болени херачат на каком-то драндулете. Был бы у меня такой драндулет, я бы тоже так похерачил болени. В общем, первый раз. Главное, что хорошее бывает. Там где-то может быть рыбачим, может быть еще что-то поймаем. А у меня с собой ничего такого рыболовного-то нет. А я-то спиннинг взял. Влесный спиннинг взял там. Я-то рыбалкой не увлекаюсь. А-а-а. С удочкой-то в любом месте можно мелочи-то. Всяких рельсов, шарапуней наловить. Червей я взял там. И удочка есть. Короче, вот к нам вернулся Николай. Проверил санитарное состояние кухни. Заодно поел. Там какие-то горы. С той стороны тоже такие небольшие возвышенности. И везде острова. Мы сейчас шли вдали острова. Такой длинный был остров. Я думал, это берег. А потом он закончился, и я увидел, что этот остров оказался. Ну блин, я уже камеру, когда вырубил, там уже сказал. Там типа, что это такое мне налили? Это что за лимонад? Выдышись. А я такой смотрю, это шампанское пью, думаю, что... Типа, я подумал, что ты типа гурман какой-то. Что типа шампанское не нравится. А у тебя там получается реально был такой, ну типа... Ну да, с подноса ж поднесли какой-то этот. Да-да-да. Для красоты такое подкрашиваю. А вот они, эти опоры, которыми я показывали. Типа, одна такая прям стоит на такой тонкой фигне. Ты там получается по ресторану ходишь, разрешаешь, не разрешаешь. Так что-то... Типа того. Главное, если это, пельмеши будут давать, главное их разреши, чтобы я пожрал. А на Кронштадте давали, кстати. Прям был праздник живота, когда их давали. А здесь что-то такое получается более изысканное. Прикиньте, с нами этот Артемий Ледьбедев путешествует. Ни хера себе это. Это же известный тип. А я, кстати, у тебя хотел спросить, типа, Лебедев, есть фамилия такая в списке-то? Ты же всех фамилии знаешь-то. Есть, есть, едет, только я его не знаю. Не, а я-то знаю. Он даже логотип метрополитена, по-моему, делал московского. Нет, известный тип. У него все логотипы заказывают, помните, там по 100 тысяч. Ни хера себе он, прикиньте, с нами в Крузии. Я не знаю, как он на лицо выглядит. Я просто слыхал такое имя и фамилию. Это я покажу. На лицо он вылезет, я не знаю. Но, блядь, это, сука, очень известный человек. Он, наверное, удивился, когда он подошел позавтракать. Я говорю, фамилия. Лебедев. А это, вперед. А ты его реально не знаешь, что ли? Нет, да. Первый раз его, только на корабле елся, посылание. Не, я просто говорю, я не знаю, как он выглядит, но знаю такое имя и фамилию. Что он какие-то прям, это, дизайнер, модельер, там, логотипы очень много, там. Еще и такой скандальный, это есть, как это, сука, называется, там, какой-то Федор какой-то там, он какую-то там бургерную делал, логотип, типа, херовый такой логотип сделал. Сейчас за это сто тысяч. А это сейчас, походу, такой, типа, бренд пошел, типа, Якутия. Все такие в России отдыхают, теперь нифига себе. Не только я один. Так, ну вот, проходим место, то самое, которое я снимал тогда вечером. Блин, у меня телефон тут не работает, я не позырю, как он в натуре-то выглядит, лебедев. В интернете, если мне скажут, типа, лебедев настоящий, а мне придется на слово верить. Какая-то неправильная бехеровка, я ее допил, и все еще трезвый практически. Как бы, ну, на дискотеке есть желание уже сжигать, но пока эта дискотека начнется, у меня уже все выветрится. Табагинский мыс называется. Слева по борту объявляют сейчас как раз. Я вам говорю, это я вам в первой серии показывал. Не то, что в первой серии поездки, а в первой серии круиза. Когда круиз только начался. Ну, это объявление по радио слышно только на главной палубе, то есть, где я живу. На средней, на шлюпочной, нифига не слышно. Вот он Абагинский мыс. Народ отдыхает на берегу. Ну что, товарищи, через полчаса у нас уже ужин. А потом вечерняя развлекательная программа и дискотека. Как тебя с танками обьется, раз? Наверное, там, если не выветрится алкоголь из меня, то будет танцы, конечно. А мне просто добавлять уже нечего, у меня же все рассчитано, ё-моё. А я Пехеров в тот раз больше половины бутылки выдал, поэтому в этот раз мне меньше половины досталось. Короче, мы уже подходим к Якутску опять. Уже дома видны. Ну, дома я вам снимал пару серий назад. У нас обгоняют либо Метеор, либо Ракета. Я не знаю, как они там называются. А, ну, это Метеор-236. Нет, там еще такие ракеты называются. Они типа так по одному принципу работают. Какая ферня здесь водится на реченьке-то. Крыла только два. Вот что там являют, уже походу ужин. Походу брать дают. Они нифига группу Яр приглашают. А индивидуальных туристов еще жрать не приглашают пока. Рулетики из свиной вырезки, оладьи из индейки, пюрешка, генес и помидорки. Это все, что я взял. Но там гораздо больше всего есть. Это пока первый заход, но я пока бухнул. У меня такой аппетит разыгрался. Сейчас, пожалуй, знатно. Тут дают попробовать якутский национальный напиток. Вкус похож на кумыс. И шва, тут ужинал я знатно. Сейчас Николай у Лебедева спросил имя. Я сказал Артемий в натуре. Я даже показал, как выглядит. Я в ресторане сижу, хаваю, он мне подходит. Вот этот вот, который тарелку берет, вот он Артемий Лебедев. Нихуя себе. С таким известным типом путешествую. Ё-моё. Ну, короче, я сейчас уже пожрал. Пойду гулять попал. Вон, наверное, бухнувши, какого. Дискотечку ждать. И всякую вечернюю программу. Так, вот там мы видим дождь. Па-па-па-пам. Редактор субтитров. Ну что, проходим мы Якутск, там за островом весь город остался, а мы идем прямо дальше на север, минуя город Якутск. Ну что, у нас тут бункеровка, нам пришвартовался заправщик, бункеровщик. Нас сейчас заправляют перед дальней дорогой. Дождь идет, ё-моё. Короче, пошел этот в кинозал посмотреть фильмы, так как вышел, смотрю, тут уже заправка идет полным ходом. Вот, смотрите. Блин, я сегодня рано бухать начал, рано бухло закончилось, и в итоге отрезаю, ё-моё. Файл-старт. Вон, видали, какие шланги дизелем пахнет. Ну что, товарищи, бланкировка у нас закончилась, заправилися мы. Я в это время видосы перекидывал, ну, вот, накопитель гигантский. И пока перекидывал, уже, нахрен, протрезвел весь. Сейчас будет вечер песни. Что там за песни, мы сейчас это и увидим. По нами. А, вот так вот красиво все. Подготовили площадочку. Уже все самые такие люксовые места заняли. КОНЕЦ 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 Так, ну, что я могу сказать про концерт? Программа понравилась, такая разнообразная, то есть, разные артисты выступали с разными номерами. Вот у нас, например, на Кронштадте, если какая-то программа была такая, то там кто-то один выступал, там либо певица одна, и у нее там много песен разных, либо там фортепиано тоже, весь вечер просто играют на пианино, все, больше ничего нету. А здесь вот такая разнообразная программа. И сейчас начинается дискотека, но не на открытой палубе, потому что сейчас дождь внутри там. И может быть, можно даже отжечь немного. Хоть у меня все бухлище выветрилось, но отжечь все равно можно, я так думаю. Ну что, тут дискотечка начинается. ДИБА, ДИБА, ДИБА. ДИБА, ДИБА. ДИБА, ДИБА, ДИБА. А что я могу сказать пока про дискотечку? Ну так, дискотечка нормальная, но тесно там очень. Вот вчера была такая прям на просторе, на свежем воздухе, а так там жарко, тесно, но я еще трезвый. Поэтому нормальная такая дискотечка, где можно будет, так сказать, разгуляться, развернуться, потом будет, наверное. Но тут дискотека каждый день, получается, если погода хорошая, то она наверху, на солнечной палубе, если хреновая, то здесь в салоне. Вы как помните, там в Турции много пространства было, вот там я отжигал, там и брейк-данс там было, и все такое, и тут такого они были исполнять. Хотя, когда я бухой буду, там может еще и не такое исполню. А то сейчас тут дождь такой. Сегодня я пока местно танцевался, вам заснял программу, показал, какая программа, какая дискотечка. Потом вот будет дискотечка на открытом воздухе, там будет вообще кошерно. Завтра у нас целый день в пути, но это вы увидите в следующей серии, наверное. Поэтому подписывайтесь, ждите новых серий, смотрите ЮрТВ, путешествуйте и все такое. Время, говорите. короче получать сегодня моя ошибка в том что я рано начал бухать и в том что не выспался ни хрена потому что я получать но вчера мы чё долго сидели то вечерком когда курил то утром рано встал не выспавшись в обед начал бухать после ужина меня уже как бы отпустила уже и теперь я получается уставший бухло уже как бы не действует потом эти ошибки что здесь не высплюсь все время у нас пол 11 вечера и почивать я сегодня буду на нижних шканарях так что все всем пока до новых встреч надо наш канал мяч Снова в дорогу Якутия зовет Встречу-то много невиданных красот На поездах всем не ехать мне туда А в купе бухлишко и еда Юр-ТВ в пути, Юр-ТВ в пути Поезд мой набирает ход Может увезти, может увезти За круг полярный теплоход Поленье ждет там арктический круиз В Тиксис-Якутск, да по течению вниз Вдаль унесет нас великая река Припухнуть смогу я там слегка Юр-ТВ в пути, Юр-ТВ в пути Поезд мой набирает ход Может увезти, может увезти За круг полярный теплоход Субтитры создавал DimaTorzok 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 На этом видео заканчивается Ждите новых серий, подписывайтесь Поездочка была знатной, интересной Много всего узнал Ну и конечно же она была пьянско-буханской Понравилась поездочка Так что смотрите ее два раза в неделю На Юр-ТВ В Дехарной Бабуаре Путешествует и пьет за вас вискарь Пьяный Юрий, Юр-ТВ, бессменный царь Юрий Бородин, канала Государь Славься, вечно Юр-ТВ, бессменный царь Субтитры создавал DimaTorzok